Видео Лахмы, который записал свое видео и поделился своей версией случившегося между вами 7 лет назад. Вот кто тебе об этом сообщил, как ты увидел это видео и вообще что-то подумал, когда такая информация появилась по поводу тебя? Ну, видимо, как сказать? Да очень много направляли просто это видео на меня и как это не видеть. Плюс сроки разговаривали еще тогда, когда оно вышло. Я его не смотрел сам, потому что мне особо неинтересно было, потому что я изначально понимал, что какой-то там подруг, может быть, и как все на него повелись, и все. Нет, тут больше Лахма Камиль. Он со своей стороны рассказал, как он видел эту ситуацию и какие у него были последствия, на самом деле. У Рассула помнит всю эту ситуацию, пускай он расскажет вообще, как он ее помнит. Да, я просто хочу, чтобы это было более коротко, потому что это уже все проходили, все мы знаем прекрасно, что было на самом деле, как было. И дальше будем обсуждать уже, лучше уже и только этой ситуации там начать обсуждать, чем опять уходить в дебри плоского. Расскажи, как было. Короткие были, получается, были. Я, Олежка и Кусенко сынов, Лобов были в облаках, получается. И я периодически отключался, потому что у меня еще один друг был Артур, я к нему периодически на втором этаже был, и я к нему поднимался, с ним сидел. И потом спускаясь, Олежка подходит, говорит, смотри, кто-то, типа ситуация была, типа, и Гусена могут, типа, побить, типа. А я говорю, кто что, типа, наши земляки, типа, с Лобова, типа, на Лобова улезли. И потом, типа, Гусен, типа, перевел, перевел, типа, как-то все в щетку, и пошло-поехало, типа, эти на него озлобились, типа. Я говорю, ну, хорошо, Гусен, и в один момент что-то, что-то мы за столом осеним, и снова Гусена нет. И что-то резко начал, ну, ходить искать его. И, получается, поднялся вверх-вниз, и смотрю, как его носит, можно сказать, за руках вот так. Камиль его носит на улицу. Лахма. Да. Ну, я не понимаю, когда ли человек со мной его, ну, понимаешь, что я. И его хватаю руки, я говорю, куда, говорю, типа, куда. И он такой резко такой, меня хватает за руки. А я не понимаю, ну, когда ни за кому человек, у меня за руки хватает. Я резко перевел на локоть, дал с локтя, он такой вот, локотился назад, такой, жатается такой. И я ему говорю, слушай, я говорю, иди, своей дорогой, говорю. Я говорю, мне говорю, проблемы не нужны, говорю, он стоит такой, как наш, такой подкочный смотрит, и ушел. Увели его или ушел, не помню я, короче, я пока там в ситуации. А потом вышел и к охране говорю, типа, встаньте возле нас, типа, чтобы если что-то... Да, потому что до этого, когда есть такое, мы слабым были, я же знал, что у него есть там сторонники, да, противопоказатели, типа, от Хамеда. И я говорю, до этого еще говорил охране, говорю, чтобы они иногда приглядывались за нашим столом. И получается, они начали, я вышел, начал разговаривать, и тут мне со спины прилетает удар. Я спрямую не понял, разворачиваюсь, смотрю камень для друга, видимо, был высокий, такой же камень, как его. Тебя со спины, в общем, ударили? Да, ударили, и я такой разворачивался, ну, не включился даже, я повернулся такой, его охрана сносит метров так, 3-4, просто как, как это назвать, боулинг, или как выкидает себе шарик. Он просто так, как этот шарик, вылетается в столб и лежит такой, и я забегаю туда, не даю бить его, отталкиваю всех, поднимаю его, у него так все в крови, и он на пьяную голову у меня кричит, типа, ты, Кентамовый, там что-то, что-то, я вижу, что пьяным разговаривать не о чем, и понял, что тот вниз спустился, я пошел вниз спустился, к этому, к камелю, получается. И вижу, что он за стоянки, Кентам разговаривает, и подхожу, такой, и говорю, пойдем поговорим, говорю, я такой, отхожу, начинаю с ним разговаривать, и опять со спины удар прилетает, и от этого же, того же, самого, как бойник, типа. И тут я такой резко начинаю, и понимаю, что знаю, что я могу сделать, и у меня вот так руки дрожат, а еще от друга охранники были, и они в этот момент, когда меня ударил, вот такой разговаривающий, и камелял пистолет тогда еще. Пистолет был, он направил на меня, все, его охрана обезорудила, и, получается, я такой посидел, подумал, чтобы не продолжать конфликции, я в машину уехал. А Олешка с Гурсейном там еще остались в клубе, получается. И все, я уехал, позвонил, что ситуация была, я уехал, чтобы не продолжать. И все, и потом мне начали звонить через пару дней, там, одни люди умерли знакомые, типа, на что-то ситуация. Я говорю, я готов, говорю, с ними идут, я говорю, выйти, поговорить, встретиться, я говорю. Начал потом его родственникам звонить, там, вытаскивать на встречу. В итоге все пропали, и все, вот так вот, тишина, кович. Потом, я как понял, они месяцы начали готовиться к этой ситуации, и, получается, там люди, которые мне как-то пытались хитро намекнуть, но в итоге потом руки умыли от этого, и все. Ну, и так все, это было с той ситуацией, получается. Произошло то, что все мы знаем, что это произошло. Я думаю, что любой человек понимает, что то, что произошло на квартире, это было слишком неправильно и жестоко. Ну, там про что-то парчесть говорит, там часть вообще не была задета, получается, моя даже была задета тем, что... Продолжение конфликта, я даже его не продолжил, понимаешь, одно, то, что я взрослый, понимаю ответственность. У меня уже были очень серьезные примеры в жизни, после которых я так все переосмыслил, и чтобы там мои друзья, кто бы там со знакомыми, когда у меня бывали ситуации в клубе, я всегда просто разворачивался и уходил. Ну, то, что через я прошел, мало кто из процентов проходило, да? Ну, проходили, может быть, не так явно, как я проходил. И, конечно, я после этого о своем каждом взгляде и обо всем буду думать, что я делаю и как я делаю, и все. Для меня это уже табу такое, знаешь, за это я всегда ухожу и со стороны думают, что как-то это выглядит по-другому, слабо понимаешь. Расул, меня удивляет, что реально много людей поддерживают лахму в комментариях. И меня также удивляет, почему ты брал какую-то определенную паузу и неохотно это все комментировал. Кому будет интересно в таком дерьме лазить и крутиться, когда уже столько времени прошло. Я съездил на святую землю, приехал с помощью уроки, да, причину создал для меня. Я перезарядился, сейчас начал нового жить, нового выступать, все это видят. И есть люди, которым нравится, есть, которым не нравится, да, которые как бы поддерживают тебя, есть, которые у тебя как бы наоборот, да. За это эта жизнь такая, и нужно просто верить в себя и верить в свои возможности, а там боженька тебе пошли людей, которые будут тебе верить и все остальное. Вы знаете, насчет того же, что кто поддерживает там Расула, кто поддерживает там Камиля, лагерь всегда делится на две части, да. Но то, что произошло именно в ту ночь, это неправильно. Это любой нормальный человек скажет неправильно. Неправильно именно в таком формате, в котором это было сделано, да. И там не было ничего такого, чтобы именно так это все делать. Поэтому эту ситуацию, думаю, дальше продолжать комментировать стоит. Она произошла, это произошло 7 лет назад. Я думаю, что и у Камиля в голове все поменялось, у Расула мы знаем, что все поменялось. И эту ситуацию как-то надо уже перестать комментировать и будоражить. Все, забытая история. Конечно, она у каждого из них есть свой осадок на эту тему. Ну, просто ее надо закрывать и забывать. Вот не могу не спросить, а как вы считаете, как надо было поступить ребятам в этой ситуации, если посмотреть, что у вас нет там близких, например, Расул вам не близок. Вот просто такая ситуация сложилась. Один заступился за друга, другой хочет поквитаться за свою честь. Нет, вот смотрите, если ситуация была так, как знаем мы, что там и Расул ударили, и Расул один раз ударил, там ничего такого уличного не было, это можно было ситуацию сесть за стол, должны были быть и с той, и с той стороны люди, которые просто провели бы диалог, не запускали бы эту ситуацию и не верили бы, кто-то может это или не может делать. Если, конечно, убрать эту ситуацию в сторону, но даже если касалось бы это чести семьи, и в какой-то месте, то, наверное, там правил нет. Но в этой ситуации, которая была именно в клубе, в ночном, это так не должно было быть. И до этого должны были не доводить ни Расул, ни Камиль, а вот Расула друзья не должны были доводить, или сделать так, чтобы встретились бы все-таки и Камиля старшие, товарищи, друзья должны были сделать это так, чтобы этот вопрос не доходил бы до той ситуации, потому что от этой ситуации страдают Расула родители мамы и Камиля родители. Вот они единственные, кто больше всех пострадал за эти 7 лет. Всё остальное это приходящее было, что у того, что у этого в жизни. Мало кто из окружения у Расула и у Камиля остались вообще. Так вообще выглядит ситуация со стороны, что виновником-то всей этой ситуации как будто бы оказывается Гусейн Гасанов, из-за которого вся эта стычка и произошла. Вот не было бы его и этого конфликта, то, возможно, у вас бы ничего, и не было никакой потасовки вот таких поломанных судеб. Да кто такой Гусейн? Я с ним об этом вообще, об этом человеку говорить даже не хочу. Это просто ветер какой-то, который сегодня был, завтра нет. Расул, вот если посмотреть видео Лахма, то он говорит про то, что ты написал заявление. Расскажи, писал ли ты заявление? Давайте на эту тему я лучше скажу, потому что я встречался и с Камилем на эту тему, и там многие мои юристы занимаются как раз делом тоже, чтобы было примирение с двух сторон, потому что, во-первых, Расул никакое заявление не писал, уголовное дело было возбуждено из-за того, что Расул пролежал в больнице 21 день, и тут автоматически возбуждается уголовное дело. Даже то же, что на данный момент, когда мы начали вести диалог, что примирение с двух сторон, Расул со своей стороны написал, что никаких претензий не имеет. Но, к сожалению, в нашем государстве просто заявление от Расула, что он ничего не имеет, и никаких претензий не имеет, не может повлиять на ход вообще уголовного дела. Это имеет какую-то роль, да, то, что всё-таки вопрос закрытый, и Расул ничего не имеет к Камилю. Но, к сожалению, так у нас уголовные дела не закрываются, поэтому в любом случае должен был, наверное, будет или суд, или доследственные мероприятия какие-то. Поэтому этот вопрос, вы знаете, он, наверное, второй. Первый вопрос, конечно, должен будет закрыться вообще сама ситуация между ними, потому что эта ситуация, она тянется уже долгое время, и она, что, ну, знаете, мы не будем за Камиля говорить, я не знаю, что у него в жизни происходит. Я знаю за Расула, что эта ситуация его всё-таки как-то сдерживает постоянно, как-то она всё равно мешает, когда эта ситуация, она есть, она на поверхности, и при каждом неудобном для Расула случае или удобном задаёт эти провокационные вопросы по поводу этой ситуации.